Всем привет! 7 числа, 7 августа, уже через несколько дней, стартует следующий этап тренинга по страны индийской защите. На этот раз будет наигрываться вариант, который называется вариант Глигоряча. В чем его смысл? Вот эта позиция, это практически классическая система, стандартный ход здесь, короткая рокировка, после Е5 стандартный ход, короткая рокировка. Но, во многом напуганные вариантом Мардель Плата, конь С6, Д5, конь Е7 со сложными позициями, белые придумали ход слон Е3. Придумал не Глигоряч, но Глигоряч внес колоссальный вклад в развитие этого варианта, и дальнейшее действие белых зависит от того, что предпримут черные. Так, например, ход конь С6, совершенно прекрасный ход в ответ на короткую рокировку, в данном случае является просто ошибкой, потому что белая, как в системе Петросяна, получают вот эту идеальную расстановку своих легких фигур в центре, и удобную игру на любом фланге. Могут и Ж4 начать, как в системе Макагонова, или в Земешу там мотовать, могут заняться проведением С5. Что еще? Так, конь С6 мы отвергли. Конь Ж4, тоже стандартный выпад в ответ на слон Е3, тут же показали уязвимость этого слона. Слон Ж5, Ф6, здесь снова у белых несколько отступлений, и слон Д2, и слон С1. Главное, безусловно, слон Х4, у черных теперь связана пешка Ф, затруднено продвижение Ф6, Ф5. В случае, если черные проводят Ф5 после хода Ж6, Ж5, как мы знаем из предыдущих тренингов, пешка на Ж5 встроиндийской, если она не способна идти дальше, то чаще всего расположена очень плохо. Зачастую, если и способна, то расположена на Ж5 не лучшим образом, то есть если нет атаки. Конь Ж4, скорее всего, отправится на Ф7, и тоже не факт, что стоит там, будет там расположен отлично. Для себя, например, за черных я выбрал линию ЕД, конь бьет Д4, ладья Е8, Ф3, С6. Здесь черные собираются провести Д5, здесь у белых есть несколько линий, конь С2, слон Ф2, рокировка и ферз Д2. Вот четыре основных хода. Их я за черных, например, очень серьезно изучал, и есть пара партий, сыгранных мной на чемпионате России 2018 года на высшей лиге в Ярославле. В одной из них я сыграл в ничью с Сергеем Волковым, чемпионом России 2000 года, который внес огромный вклад в развитие этого варианта. Причем после партии я посмотрел и пришел к выводу, что имел отличные шансы на перехват. Вот. И проиграл молодому шахматисту, если мне не изменяет память из Башкирии, Артуру Гайфулину. Ну, с ним где-то ходу к 20-му была строчка, и я очень расстроился из-за этого поражения. То есть, очень быстро черными удалось получить выигранную позицию. За белых вариант Глигоряча, ну, помимо самого Глигоряча, играли такие легенды, как Тайманов, вот еще в те времена. Еще огромное количество сильных шахматистов. Карпов, Каспаров из современных легенд. Иванчук, Гельфанд. Из сильнейших современных шахматистов его применяли и Карлсон, и Каруана. Поэтому линии очень интересные, линии очень сложные. Баадур Джабава, по-моему, в основном за черных в этих линиях был отмечен. В общем, тренинг начнется 7 августа. Вот вы видите перед собой расписание варианта. Ой, расписание, блин, извините. Расписание турниров, расписание разборов партий, лекций. Снова будет у нас две группы. С одной будет разбор пораньше, с другой попозже. Это удобнее и для меня, и для тех, кто живет восточнее, чем Тюмень, условно говоря. Хотя турниры будут в это же время, но разборы будут для тех, кто более восточный, раньше проводиться специально. Ну и не только для них, может кому-то в принципе так удобнее будет. Плюсы таких тренингов, достаточно быстро мы погружаемся в теорию. То есть мы ее проходим, изучаем основные партии, классические идеи, белых классические идеи, черных. Тут же пробуем на практике все это применить. То одни варианты, то другие. Потом совместно разбираем. Участники, кстати, отлично мне помогают вести тренинги. Всем, кто записывается, я тоже рекомендую свои партии, прежде чем мне выслать 2-3 из турнира наиболее интересные. Посмотреть самостоятельно, найти какие-то мысли, указать, что думали, почему. Может быть найти какие-то полезные партии для этого. Очень большое спасибо участникам тренинга, которые... Таких несколько, которые помогают. То есть я даже, если фамилии сейчас не смогу перечислить все, но с десяток человек, помимо того, что анализируют партии, указывают с их точки зрения сильнейшее продолжение. Многие еще делятся книгами, которые есть полезными. То есть у нас обязательно для всех участников тренинга рубрика «Полезные книги», в которых книги, которые могут реально помочь, выложены. Их сейчас уже может быть слишком много и может быть даже где-то их надо бы почистить. Но с другой стороны, много не мало, все не изучайте просто и все. Выберите то, что вам необходимо именно для данного этапа тренинга. А к следующему подойдут другие книжки, возможно. То есть я вам предлагаю самый быстрый способ изучения дебютного варианта. Быстрее, по-моему, нет. Стоимость участия, по-моему, тоже вполне разумная. Подробнее про тренинги. Вот где-то вот здесь, над моей головой, вы увидите значок «И» информация. И стоимость участия полторы тысячи. Вот за сколько тут? Десять дней работы. Так что, если заинтересовались, вот подо мной почта. Ну или можно в соцсетях меня найти, пишите. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейст Роман Ивич. Продолжение следует...